Здравствуйте! Это программа «Новый день» и с вами я, Вероника Павлова. Сегодня вторник, 20 ноября. Какую пользу могут принести крышечки от обычной пластмассовой бутылки? Казалось бы, ответ очевидный. Это обычный мусор, который загрязняет окружающую среду. Но организаторы акции, проводимые в нашей республике, уверены, если собирать крышечки, то можно не только сделать мир чище, но и помочь тяжелобольным детям. Предлагаю посмотреть сюжет и понять, как это все работает. Пластмассовые колпачки от сока, молока и йогурта. Цену крышечек хорошо знают в Ночебоксарском детском саду номер один. Здесь их не выкидывают, а приносят из дома. Мы собираем крышечки, чтобы чистить нашу планету от грязи. Крышечки выкидывают везде, а мы их собираем. Мы их отнесем на перерабатку, на перерабатывающий завод. Там их ломают, измельчают. Мы получаем денежки и покупаем инвалидные коляски или оборудование для тех детей, которым нужна наша помощь. Именно так работает всероссийский проект «Добрые крышечки». Его организовали совместно с Боготворительным фондом волонтеров помощи детям-сиротам. Завод, где перерабатывают пластик, на их счет переводят деньги за собранные крышки. Детский сад к проекту присоединился больше полугода назад. Сейчас, когда мы сделали в сентябре с началом нового учебного года информацию на афишах, уже больше подключилось не только родителей и детей, но и бабушек, и дедушек, и сотрудников детского сада. В регионе акцию курирует Ольга Петрова. Первую партию колпачков от пластмассовых бутылок она лично отвезла на Тверской завод. 23 килограмма – это, конечно же, капли в море. Но благодаря неравнодушным людям уже удалось помочь десяти детям. Им купили реабилитационные коляски. Надо сказать, что интерес представляют не все крышечки. Под каждой крышечкой, из-под воды, из-под сока, можно найти значок переработки. Это такой треугольничек. То есть, если треугольничек есть на крышечке, на пластмассе, то значит пластмасса может быть переработана. Внутри треугольничка всегда есть цифры. Там может быть двойка, пятерка, четверка, семерка. Мы собираем по нашей акции двойки и 0,2. Есть крышечки от упаковки Тетропак. Там цифрок вы не найдете. Но имейте в виду, что крышечки от Тетропака все подходят. Сейчас общими силами удалось накопить около 40 килограммов крышечек. Для того, чтобы приобрести одну инвалидную коляску нужно собрать примерно 8 тонн пластика, рассказывают организаторы. В Чебоксарах, например, пластмассовые колпачки принимают в творческом центре «Ростоки и ракета». И помните, добро, исходящее от сердца, всегда возвращается с торицей. Не забывайте радовать добрыми поступками и самых близких людей. На этих выходных в России отметят День матери. Мам будут поздравлять по-разному. В ДК «Химик», например, подготовили праздничный концерт. Юные актеры покажут театрализованное представление «Город Ангел Бэбби». А самые активные смогут получить билет в цирк. Для этого нужно всего лишь правильно ответить на наш вопрос. В каком году наша страна присоединилась к акции «Добрые крышечки». На этом все, друзья. Радуйтесь каждому дню и делайте добрые дела. Ну а завтра, завтра будет новый день.